Друзья, основная часть ролика закончена. Дальше будет большой отрезок именно с этим персонажем. Ничего вырезать я не буду. Этот исходник у меня есть давно, но я не стал его укладывать. Ну, обычный, неадекват, не знает правил и так далее. Разве что он не встретился нам до начала коронавируса еще раз. И там он вел себя так же невменяемо, как и здесь. Поэтому я решил, что вы должны знать предысторию. Так вот, смотрите, если у вас нервов хватит. Вставать обратно. Вы нарушаете? Я сейчас вижу. Это гаечник, скажите, пускай нахуй. Вот здесь, это навечно нет. Знака, тротуар нет. Есть знак пешеходной зоны. Распрощенный знак нет, друг. Такого нет. Вам подряд будет показать. Вам показать знак? Больше я тебе покажу. Вот знак, видишь, что не запрещенный. Нет, на проезжей части относятся знак. А это пешеходная какая разница? Большая разница. Он к проезжей части относится. Он правил не знает. Да вы правил не знаете, что вы позоритесь. Кто его позорит? Вы позорите. Уберите вообще свою камеру вообще. Я не уберу свою банку. Блажащицы, выжать будете полицию вызывать? Вызывай, кого ходят. Здесь на самом деле двоякий правил. Я не запомнил. Если у вас есть пар больше определенного метража, машины... Это было. Может быть было в советское время, сейчас все поменялось. Может быть его убавили, да, я согласен. Как мужик, но это было. Даже вот оттуда в свое время гайцы машины не эвакуировали. Ну вы тоже, пожалуйста. Вот тогда, когда вот отсюда начали эвакуировать машины, здесь перестали стоять машины, начали оттуда стоять. Вы не думаете только со своего бога, понимаете? Не дай бог, работай с вашей семьей с собой. Вы же, Ваняровый, побежите кричать, что машины не должны тут ездить. А вы знаете, я тогда скажу, машины не должны по двору ездить. Нет, там, извините, у меня дворовая зона. Нет, давайте начнем. Вот я лично, лично, случайно, чуть на капот не раскладывал детей. Когда эти дети, извините меня, под присмотром своих родителей, вылезали прямо перед моей машиной. Мне же на капот. А ты меня как-то не присоединяешься. Да, во дворе. Вот эти вот, ребятки. Во дворе не проезжая часть. Вообще, мы сейчас не за это говорим. Мы сейчас не за это говорим. Понимаете, вы говорите, вы говорите, как дружина, как истинка. Да какой внимательный, если я еду у себя во дворе, всегда еле тащусь, понимаете, и тут у меня перед капотом голова вот так вот появляется. Это понятно, естественно. Тогда давайте запретим, там машину ставим. Это нелогично, понимаете. Это логично. Если вы обрежете за коем. Повышенная партнерка, вы должны смотреть за эти троекровые родители. Насколько я знаю, ваш чувак, который за это не надо меня, пожалуйста. Ну, это в целях моей же. Я не собираюсь с вами ругаться или еще что-то. Потом не докажешь. Я знаю, даже ваш чувак, который создал вот этот ваш инсамбль, даже бабки собрал и свалил. Куда свалил? Чего собрал бабки? У вас не верно. Я общался с ребятами, с вашей организацией. Артем, кем именно имена на строительстве не очень хорошо. Я имена их не знаю. За вот это, за эту парковку 3000 штрафов. Кто тебе сказал? А давайте поспорим. Давайте тебе 500 рублей штраф. Мне несколько раз не знаю. Потому что ты ее потом после этого убрал. А те, кто урдан на стадии, вот это и вызвать еще очень полезно. 3000 пихать штрафов. 3000 я никак не пихать. Сначала за езду, а потом за стоянку. Давайте вызовем боишников и пихать. Машину либо эвакуируют, либо 500 рублей пишут. Один из двух. 3000 его нету такого. Вот вчера вон там он стоял на углу, вот где стол. Стояла машина. Хозяина ждали, ждали, ждали. Нет, он не приехал. Машину эвакуируют. Но никакой 3000 ему не написали. Понимаешь? Вот машину, когда отвозят на штрафстоянку, там же штрафы выписывают. Штраф за эту пищу. За машину, то, что вы подняли, эвакуируют. Но не за это. За это ему выписывают 500 рублей. Вот то, что он здесь стоит. А мне скоро специально. Девушка, о чем мне будете говорить что-нибудь? Что-что? Я, знаете, просто вам нечем заниматься из-за этого, реально. Реально, вот просто нечем. А вам стоя на тротуаре есть чем заниматься? Вы, когда паркуетесь на тротуаре, у меня здесь машины нету сейчас. Просто что туда подошли? Да, я подошел, потому что чужое имущество трогают. Понимаешь? А то, что имущество тронут, вы разорвете человека. Момент, момент. Мое имущество никогда не находится там, где ему не место. Ни по правилам, ни по законам. Мы никогда в жизни не повынут, не поверим. Ну, очень жаль. Очень жаль. Нет, нету таких людей, чтобы никто уже ничего не нарушал. Я еще раз повторюсь, нету таких людей, чтобы никто не совершал правила ПДД. Они были все чистыми. Нету. Естественно, скоростной режим. И скоростной, и парковки, и вся ездить. Специально для вас нашел ширину тротуара. Ширина тротуара, да зачем мне нужна она? Ну вы мне говорите, что... Зависит от ширины, можно здесь... Нет, там написано 4,5 метра максимума. У вас какой? Нет, уважаемый, до 10 метров. До 10 метров в таблице написано, госстандарт. 10 метров, ширина, да? Ширина. Вот, ширина, написано, ширина тротуара. Я что, врать буду, что ли? Госстандарт. Все, давайте деньги. Ну вы же в спорт проиграли, все, платите. Магистральные улицы общегосударственного значения. Магистральные? Минимальная ширина 4,5 метра. Это магистралка? Это магистралка? Нет, это я вообще по таблице говорю. Нет, подожди. Тоже районного значения, а также площади. 3 метра минимальная ширина. Жилые улицы 2,25 метра минимальная. А, на своей стороне почему? А эти 2 человека максимум проходят. Потому что там тротуар маленький. А почему не делали такой же, как и СССР? Мы тоже здесь Советский Союз так спланировали. Чего-то от России тут займемся? Нет, а знаешь, почему надо в столы с магазинами здесь? Чтоб магазины могли приезжать, разгружаться. Вдруг, закон, понимаешь, так пишет. И я закон писал. Да я знаю, что ты не писал. Я тебе просто говорю. Вот почему там узкий тротуар, а здесь широкий. Я тебе скажу, это почему так. Потому что вот, здесь есть вот это вот, а там нету вот этого. Знаешь почему? Потому что в Советском Союзе вот по этой части можно было парковаться по правилу. Сейчас уже нельзя. Сейчас правил даже движения так записываются, что уже нельзя. Вот ребята за закон борются. За закон. Друг, я, значит, ребят очень давно знал. За закон. За закон, за настоящий. А расскажите, за что? Они на этом зарабатывают. Откуда у вас информация? Можно узнать? Я знаю 100%. Тогда я тебе свою историю скажу. Я полтора года назад... Вы будете просто так свои деньги тратить, вот это покупать? Просто так бесплатно клеить? Даже если я скажу, да, вы все равно не поверите. Да нету такого, девушка. Я лично, лично, я... Я с этого ничего не имею. Абсолютно. Лично я никогда жизни не потрачу. Я лучше эти деньги отдам детдом. Ну все так говорят. Только вы же ничего не отдали детдом. Кто не дает? Да слушай, каждый месяц я уделяю людям. И в церковь уделяю. Я встречаю таких людей, которые всегда по детдомам ездят. Но это только на словах. На словах. На деле не верю. Идите в армянскую церковь и спросите фамилии и мелчат. Хачатурян Акоп Романович. Замечательно. Сколько он уделяет каждый месяц армянской общине. Хорошо, это ваше дело. Понимаете? А это мое дело. Сколько удивляет. Понимаете? Знаете, почему я это все говорю? Я это говорю к тому, что... Вот это нормально по-вашему? Я это говорю к тому, что... Так, а то я здесь, здесь, здесь. А мне нечего с ним общаться. Я не с ними хотел общаться, я уже с этим человеком общался. Понимаешь? Я тебе говорю, кто? А вы куда по тротуару собрались? По тротуару куда собрались? Тут люди ездят. Нет, я не пропакую. Здесь такси не по всякой парковке. Вы здесь не пропакую? Идет, я покажу вам. Что вы мне покажете? Знак? Парковочный знак, да. Знак парковки распространяется на проезжую часть. Здесь разметка идет. Вот, посмотрите, пожалуйста, под автомобили. Вы тут не проедете никак. Смотрите, вот это вот бессмысленно. Я вот эту смыслу не могу понять. Я вас услышала. Но вы его не поймете. Но невозможно, допустим, атеисту доказать, что Бог есть, как и верующему, что Бога нет. Понимаете? Это вечная борьба. Поэтому и здесь никогда нарушителям не докажешь, что так нельзя. Вот у них в голове вот эта идеология. Что там? Без меня могут. А длина ее. Я просто помню. Какая парня, почему я не знаю. Смотри, я тебе объясню. Вот этот знак, который остановка запрещена. Остановка запрещена. Здесь тоже даже. Он распространяется на проезжую часть. Только. Когда ты говоришь, я тебе пишу. Можно я скажу? Смотри, вот знак остановка запрещена относится к проезжей части. Ну, что ты знаешь? Знак тротуара не существует. Что такое тротуар? А где мне практически тротуар? Скажи, пожалуйста. Знаки тротуара не существует. Написано, что такое тротуар. Определение тротуара. Отделяйся от пара и же человечества. Ты мне просто скажи, да, вот ты как мужчина, скажи, где написано, что дети нельзя машину ставить? Где написано, что это тротуар? ПДД написано. ПДД написано. не на вот это вот это вот и все они это я с вами не спорю вообще понимает дело не в этом дело найти все то блин и реально нигде не написано что это пишут они не должны писать об этом какая-то приклею слушайте азона что это фонарь вот я не вижу вот мне кажется что это вот не знаю там ну шест какой-то стоит где написано что это фонарь и записано что это мусорка вот я хочу участвовать и буду здесь мусорить сейчас врата заражено было это сейчас не а то есть должно быть написано врачом одаренных любом этом ступенька любом и ель да вот так вы должны брать и дальше написал что это мусорный бак это мусор там для платья это дерево да это дерево везде как для детей маленьких нужно помечать да надеюсь и не поймешь что то ли пешеходная то ли проезжая часть я вам за что скажу почему-то есть андрей видишь но отделяем проезжую часть от пешеходной зоны тротуар называется почему есть водители которые знают прекрасно что это тротуар а есть водители которые не знают ну значит кто-то понимает правила кто-то не понимает у кого-то если все прекрасно понимают что все прекрасно понимаешь что это тротуар здесь вот если вот это все убрать спокойно две машины проезжают но почему хорошо машины проезжают на машина стоит вот сейчас рядом поставить еще одну спокойно и станут вы хотите чтобы там машины ездили тут машины ездили а где на еде а нам тогда где хотят город не должен быть заточен и той же машины это для нас одна дорога так а если я еду с коляской большой например с инвалидным креслом я еду да то как так быть мне не хватит той ширины которую вы допустим хотите для любых коляски слушать такая что вы думаете то что у нас на планете земля только одна одна будет ходить по этой дороге по другим или слушайте весь мир специально сейчас делал стивилизованных странах делают так чтобы машин было поменьше там же тоже получается что пишут а почему там нарушители все нарушили иди посмотри вот тот долл тот долл пойдем осуждать там лучше вот такой ряд вот такой ряд я пиши года оставлю парковку машина вот так вот зато и там значит значит это вот это вот на разметка не должен обязательно быть знак если знака нету значит они где значит можно вот пойдем это бесконечный разговор а это бесконечный разговор можно мы пойдем идите я вас вообще не задержу я насколько знаю знак парковки вот он стоит да для автомобилей до проезжей с собой с ним еще вроде пометка инвалиды стоит там начало на этом если этого знака не стоит вот это разведка на какой силан коричневый видишь вижу иди найди там этот знак парковки там ее нет если там нет запрещающего знака значит вдоль проезжей части может стоять по кадастрому инвесту может вообще находиться придавайте придавайте фугу придавровая территория а там можно парковаться парковаться здесь по кадастрому здесь в чем прикол здесь по кадастрому тротуар по кадастрому там по кадастрому придавая территория там парковаться можно по закону здесь нельзя план я пошла хорошего